привет друзья и добро пожаловать на старый ченнел сегодня у нас на обзоре будет телевизор от фирмы lg nano cell в 55 диагонали на на 756 п.а. данный телевизор приобретал димон обзор кстати есть он еще и приобретал playstation 5 было распаковочка и первые впечатления вот просто до сегодня мы делаем такой обзор и делимся впечатлениями данный телевизор уже в использовании три месяца чуть больше то есть я думаю димоном будет что сказать и поделиться своими впечатлениями плюсами и минусами так в данном видео мы не будем затрагивать там всякие цифры какие процессоры и тому подобное здесь стоят я думаю что вы все это можете найти в интернете больше акцент будет сделан как данный телевизор и используется и и для каких целей он больше подходит насколько я знаю этот телевизор приобретался для консоли playstation 5 мы в конце узнаем справляется ли он с данной задачей или нет давай ты нам скажешь как ты его используешь и чаще в каких целях ну что ты на нем смотришь чаще играешь либо смотришь давай вот так вот как то начнем с того что все-таки бралась под консоль поэтому и все же я чаще играю но последнее время все-таки начал чаще смотреть потому что работа или дела не важно но в основном она бралась именно для консоли ps5 справляется ли задачей данный телевизор относительно даже очень хорошо есть небольшой момент это какой-то микро задержка в долю секунды может меньше в миллисекунды и это очень сильно например напрягает но я уже принципе привык к этому таймингу поэтому не проблема в плане изображения в плане какую картинку выдает через google через 4k если в ютубе смотреть в 4k получается hdr то он справляется достаточно хорошо там естественно поднастроить одно или другое уже настройки стоят поэтому картинка смотрится очень приятно если же брать обычный youtube там какие-то видосики типа что-то заликнуть либо же что-то познавательное то он тоже неплохо справляется но например если там обычное видео youtube видно черное то она становится серым то есть глубок глубоко черным она просто не будет ну что-то само такое видео вопрос у меня по системе вебуэс насколько ты довольны ей насколько плавно она работает может есть какие-то там подвисания либо же нет ничего ну то есть за месяц эксплуатации то что ты платишь данный телевизор пользуешься им я думаю ты часто пользуешься там по вечерам да то есть все равно у тебя есть какие-то наблюдения может что-то нравится что-то тебе не нравится может что-то раздражает сама данная вебуэс система то есть кстати покажи как она выглядит и расскажи домик пожалуйста вот единственное что я заметил ну скажем так менюшка 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 честно мне просто не симпатизирует тут могли чуть поинтереснее придумать но что имеем то и не принципе тут есть все что нужно хотя вот это вот сверху мне до сих пор не нравится хоть она постоянно плымает непонятно что мне лично неудобно это реклама я даже этим нового тела там fox это евро news это встроенная реклама буду знать вот что единственное что при начале как только нажимаете домик он немножко подлагивает либо это из интернета скорее всего это из-за интернета потому что он слабый нужно помощнее все-таки если такой телек и там допустим sony playstation то интернет должен быть соответствует то есть достаточно скоростным вот в плане допустим здесь все нормально работает конечно реклама это есть реклама в google тоже хорошо заходит покажи нам скорость какая какая скорость у тебя чтобы мы понимали то есть но и те кто смотрит данное видео у меня сейчас скорость скоро будет лучше пока что это по вай-фай да да это вай-фай а sony подключена напрямик то есть они по проводу на по проводу получается sony выдает 84 87 а вот телевизор в данный момент раз посмотрим печально 8 а ну-ка можно еще раз нужно мне кажется потому что это наверное самый худший о еще хуже но мы тестили была скорость 328 раз всем было последний раз но если что . карточки донат мне на скорости и понятно по поводу пульта насколько я знаю здесь также remote magic пульт идет который в более дорогих сериях там b серия ул и c серия а серия g серии и тому подобное в наносил тоже они поставляют данный пульт скажи пожалуйста насколько он удобен или не удобен ну скажем так у меня такой игрушки никогда не было поэтому для меня это что-то новое поначалу я вообще не знал что как нажимать и где что делать но со временем привык и мышкой пользоваться то есть указателем и кнопки быстрого запуска допустим как только включаешь телевизор настроить так чтобы он там включал либо консоль либо же сразу youtube и по функционалу он просто божественный ты лежишь себе ничего такого не нужно там писать просто сказал и она тебе нашло то что тебе нужно да иногда если ты некорректно говоришь то оно тебе просто не находит а если допустим как я люблю слушать лофай сказал лофай он сразу находит тебе скажем так то видео и его саду включает то есть использование максимальное удобство для меня максимальная окей а как он находит из ищет он через google или через youtube как предложить youtube если допустим это есть если нету то она переводит на google там на странице на сайты и так димон у меня есть еще один вопросик скажи пожалуйста почему выбрал ты именно эту модель элджина носил 756 и между какими моделями телевизорами ты вообще выбирал и почему остановился именно на этой но в общем если не вдаваться во все подробности в плане того что там смотреть что-то чекать нет просто просто мы пришли с тобой магазин с андрюхой был моим экскурсоводом скажем так мире техники и вообще покупки этого телевизора мы пришли и андрюха изначально вообще олэд рекомендовал да сам там за баслословные мою почку скажем так но это неважно в общем мы пришли консультант нам сразу показал телевизор в нашем моей точнее ценовой ценовым диапазоном скажем так наверное цену это в общем неважно он говорит вот этот вариант за там за 16 вроде или 17 и 16 16 тоже lg 6 или 7 7 и он говорит вот вот так используется вот отдает он синевой говорил как есть типа вот за эту цену получите вот это и по дизайну он был громоздким он как большая пластмасса как большой растянутый наш обычный телевизор ламповый и как бы такое было сомнение потом андрюх ты зашел я помню еще и на сайт посмотрел и говорит покажи мне это сможешь показать консультант сказал да могу распечатал телевизор и показал вот это вот и сразу было эффективно типа это дало эффект то есть черный хорошо лучше намного смотрелся чем там потому что там был серо-синий и как бы для игры для игры это очень печально вот этот сразу дал типа глаза типа эффект типа круто это что-то качественные достойные и по цене тем более это была черная пятница это была большая скидка то есть тогда взяли моего за 21 то есть по сути долго не выбирали было 1 2 максимум три варианта три варианта 3 я честно не помню какой это был samsung тоже седьмая серия самый начальный стартовый телевизор там не было голосом голосового управления то есть там доброй проигрывал он ну и в общем как бы мы остановились на lg вот как то так да просто остановились и был вариант типа как андрей до сих пор помню еще раз сказал или допустим возьмешь что дешевый но те прослужит там полтора года и можешь спокойно менять либо же этот на скажем так на очень долгий период если ты запасом запасом и по сути сколько там четыре тех тысячи я так думаю почему собственно нет и в итоге вот так приобрелся это телевизор по контрастности насколько тебя устраивает черный устраивает ли он или не устраивает относится ли он ближе к черному либо к серому вот ты эксплуатируешь допустим давай вот допустим hdr игры да давай вот так начнем как пример допустим mortal komba 10 там тем более сразу видно черную всю весь экран справляется он неплохо видно что немножко он сероватый плане когда играешь но прям какой-то придирки что оно должно быть максимально черный у меня лично нету потому что у меня был ламповый до этого поэтому для меня это просто шикарно на самом-то деле если очень близко быть потому что раньше я был очень близко к этому телевизору и видно допустим прям серый но если чуть дальше отсесть это все как бы даже незаметно то есть она кажется допустим черным уходит на нет да то есть если вы ближе хотите сидеть в упор в экран как дети тогда вам будет серый если вам чуть подальше расслабиться семьей то думаю это шикарно скажи какая здесь панель частота панели стоит сколько герц вот так же по hdmi входом и по юсб ну вообще по входам пробегись скажи что начнем тогда уже сразу с герц это 60 герц это прям для меня что-то вообще не реально тебе хватает для ps5 вообще полная тем более сейчас у нас нет игр на 120 герц то есть 60 это почти каждая игра которая есть через возможно год 3-4 появятся игры но тогда уже мне кажется кажется за три года может чем угодно поменяться но 60 герц для блоки 5 для вообще фильмов 4к это хорошо это прям очень приятно по входам три порта hdmi на 2 и 0 два входа юсб по 30 лан это понятно вот насчет динамиков где стоит два динамика они снизу так я занимаюсь музыкой могу немножко сказать то есть человек допустим который не знающий ему будет подходящий достаточно звук и приятный и по басам и как бы по всей комнате она берет обхват что могу сказать лично для себя от себя точнее нигде во первых не хрипит нигде не шипит чистый звук да если перегружать его на полную то уже появляется дребезжание потому что идет нагрузка все-таки то есть мне хватает для повседневного это 30-20 громкости если же выше это по пантоваться дети там придут на стол как звучит но если так то максимум не стоит 20 будет вполне хватать честно скажу по честь по звучанию чистоты скажу что так как у меня там бр-динамики из наушники то по чистоте ну то есть по чистому звуку это среднее вот прям среднее качество и хорошее среднее не такое китайская дешманская например хорошее среднее качество звука и она приятно это главное что не хватает чтобы ты вот добавил или в эту ценовую категорию в принципе как бы это золотая середина либо ты бы хотел что чуть-чуть там низкие высокие средние басы и вот чего лично тебе не хватает лично мне например чтобы сразу было описание обновления что пишется в обновлении нужно приходит обновление это приходится заходить в интернете нет четкой информации например я не нашел чтобы она сразу писалась то есть здесь обновляется у вас там в пульте здесь самой системе webboss или там и что-то еще я этого к сожалению не заметил может если что в комментах поправить и в плане музыки и плане всего мне в принципе достаточно я прихожу себе занимаюсь своими делами мне играет low-fi на фоне и его хватает слышно на кухне прям то есть достаточно хорошо из такого что еще да в принципе все лежи так все сказано думаю там зрители поймут скажи что тебе не хватает по по звучанию может там низкие средние высокие чтобы ты добавил и либо же за эту цену тебя все устраивает за эту цену принципе устраивает я бы допустим добавил туда не басов и невысоких частот я бы плотности звука добавил чтобы каждый звук звучал четче но конечно это стоит дороже потому что это нам должно выкомплекту и то есть не нужно много басов потому что будет до и бежать может все разломаться скажи какие ты используешь настройки и как ты вообще настраивал данный телевизор и также возникает следующий вопрос что но что тебе вообще по цветопередаче нравится не нравится насколько цвета насыщенные либо кислотные вот в этом плане то есть вопрос ну как бы понятие до понять начну с того что я особо по настройкам не парился я посмотрел у андрюхи из пиропчейнл вот подсказочка вот здесь будет видеоролик настройка lg я сделал точно по этим же настройкам то есть настроил и hdr и обычный и асдер то есть вот это все настроено вот просто туда скопировано и сделано этот телек тянет эти настройки то есть проблем никаких не выдалось хотя вначале была небольшая проблема но это связано только с ps5 но так оказалось это был интернет все таки интернет очень важная штука вот в итоге по настройкам я просто туда скопировал если что вот здесь посмотрите отлично по цветопередаче ну скажу так меня все офигенно устраивает я прям очень доволен если фильмы смотреть все четко все очень приятно смотреть никаких нет если там допустим какой-то кислотно-зеленый он не будет сильно уедаться это проще всего посмотреть допустим мультсериалы реки морти там эти кислотных цветов хоть море поэтому он не съедает он не забирает внимание не красный не синий все цвета смотрятся очень приятно и никакого дискомфорта нет то есть калибровка тебя как тебя как вот и потребитель тебя устраивает то есть глаза не выедает там допустим либо не тусклые то есть тебе все устраивали правильно и так следующий вопрос он будет связано с геймингом так как данный телевизор приобретался для playstation 5 вот больше как бы акцент был делан для игр вот я думаю что ты за три месяца хотя не playstation у тебя за 2 вот за два месяца ты уже что-то прошел во что-то поиграл и можешь сказать по опять же по поводу hdr картинки вот каких-то задержек и тому подобное что тебе допустим не нравится что нравится чтобы ты хотел чтобы было лучше либо же тебя все устраивает насколько я знаю здесь есть также игровые настройки вот пользуешься ли ты имели нет я знаю что здесь есть менюшка и можно подстраивать под каждую игру вот есть тут определенные настройки ну в общем и мы хотим услышать я хочу услышать поделись своим мнением расскажи более подробно особенно для тех кто вот смотрит в сторону playstation подойдет ли он или не подойдет скажу сразу он однозначно подойдет возможно если у вас шикарно подойдет в плане hdr мне прям картинка глаз радуется но за это в зависимости от игры потому что есть игры старого поколения нового поколения переиздания вот допустим вот mk11 как мы наблюдаем плавность картинки в 60 кадров это четкость и даже черное здесь видно достаточно красиво то есть я не скажу что прям это о боже это серая нет это слегка черный яркий цвет то есть как-то он не прям серый но не прямо глубок глубоко черный то есть он тут хорошо смотрится если допустим взять же ту старого поколения игры ведьма как я сейчас только начал играть то там конечно все печально что это старая игра и как бы видно что она плохо сделано то есть это в зависимости от игры какие-то моменты есть именно в данной игре что-то что тебе там не нравится это конечно же плохое наверное не знаю переиздание потому что здесь скажем так когда играешь отзыв джойстика с консолью идет минимальная то есть в одну миллисекунду то есть этой задержки как бы своего не видно но иногда ее там видно когда нужно очень быстро кнопки нажимать допустим как в нашем случае в мк ведьмаке там прям ты нажмешь он подойдет и станет то есть как бы задержка очень большая это уже в зависимости от игры то есть другие игры которые проходят проходил года парка райзен задержек таких не было то есть только во время стрима но потому что все таки стрим соника игра но интернет 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 это самое ну вот году вар в принципе я насколько знаю она вроде бы в 60 кадрах идет и насколько тебе картинка году вар мне буду вар зашел так как я фанат серии еще играл со второй соньки и третье было кстати вот это телевизор тоже изначально был на 3 а потом через месяц уже было 5 вот и гуловар прям шикарно шел кинематографические сцены никакого дискомфорта только погружение полное тем более у меня телевизор был близко у меня было этаж вот так харайзен крашен харайзена я прошел тоже харайзен по картинке тоже все очень четко все очень круто но она менее скажем так давала вау эффекта как года вар года вар такая более серьезная скажем так игра харайзен так рпг что можно еще сказать но хорошие хорошо насколько я знаю здесь также есть игровые настройки там зажимаешь кнопку шестеренки выскакивает вспомогательное менюшка когда ты именно в режиме игровом и можешь там под настраивать пользуешься ты ими или не пользуешься настраивал ты что-то или не настраивал и как тебе вообще игровой режим нравится не нравится вот хватает тебе ли hdmi 2.0 или не хватает вот в этом плане вот такие вопросики начнем с hdmi мне кажется чтобы было прям очень замечательно если тут стоял бы 30 цены бы не было вот честно скажу 20 иногда есть какие-то моменты в плане как я говорил вот таких микро задержек но в принципе это не критично но хотелось бы 3.0 но нету 3.0 но это не важно в общем это важно я шучу что еще прям такого напомню вопрос по настройкам игровым также самому по подсказочке вот здесь том там же видеоролик настройка насчет самой консоли через игровой режим это тоже у андрея спару ченнел подсказка вот здесь будет то есть сам ты ничего как бы не плацал ты просто взял скопировал и комфортно играть то есть никаких замечаний у тебя нет то есть как потребитель тебя все устраивает замечательно все устраивает отлично отлично как тебе дизайн данного телевизора подходит ли он вообще в 2022 году то есть на твое усмотрение смотрится не смотрится подходит или не подходит скажу прямо подходит однозначно во-первых минималистично рамки железные смотрится тоненько то есть даже если смотреть прямо такое чувство что он тонкий а если допустим сбоку ну понятно там стоит плата и все остальное но если смотреть прямо ощущение что ты смотришь в черное зеркало и она очень хорошо смотрится и приятно дизайн 10 из 10 лично для меня потребителя обычного вот поэтому мне очень даже подходит по углам обзора скажи как ты данный телевизор смотришь играешь чаще всего как ты эксплуатируешь прямо либо под каким-то там углом сидя лежа ну то есть искажается ли картинка или не искажается потому что насколько я знаю есть такие ребята вот часто даже вот под моим видео на леди там вот углы обзора все там картинка поплыла все это просто фигня этому по нам сейчас скажу если вы настолько принципе принципиальный человек что вы приходите домой и телевизор смотрите не прямо а вот так сбоку то я не знаю с вами что-то точно не так но в общем обычно либо я прямо на диване прямо по центру телевизора либо же я просто ложусь гимпа взялся вот так лежу себе на боку играю мне иногда если я сильно завлекаюсь игру допустим мне хочется чуть-чуть повернуть на 10 градусов на себя потому что я лежу вот так то есть я вот так буду смотреть но в принципе особо не напрягаясь играть тот же fallout или допустим геншин как я играю даже трогать ничего не нужно угол обзора хорошие глаза главное что картинка остается картинкой хорошие и второе главное что глаза мне было напряжено вот и все эти два аспекта этот телевизор справляется шикарно хорошо и сразу же еще вопрос по яркости телевизора хватает тебе или не хватает и чаще ты смотришь и играешь вечером или днем играю вечером либо же рано утром захожу на там сделать миссии неважно так обычно это большую часть вечером что при свете включенным что при выключенном все остается хорошо при дневном свете понятно что нет вот этот пространство темно ты так не погружаешься но цвета не меняются то есть цвета даже если при выключенном свете они остаются такими же не искажаются не искажаются то есть тебе по яркости все хватает то есть как бы ты рекомендуешь за свою цену вполне справляется копите 26 к сейчас он стоит и берите окей подводя итог у меня возникает такой вопрос думаю те кто смотрит это видео тоже назови пожалуйста минусы этого телевизора и плюс этого телевизора именно для себя что ты вот выделил за три месяца использования первый минус это как я и говорил но все равно напомню это при обновлении не пишет что она будет вообще конкретно обновлять и что исправить какие ошибки это это неудобно ты просто не знаешь идет обновление ты не знаешь что он сделать с телевизором это как в айфонах есть какое-то обновление все айфон затормаживается я просто взял как сравнение это первый второе то что hdmi 2.0 хотя в наше время можно уже поставить пимпочку на 2.1 но мы имеем то что имеем но 2.0 стоит а так блок 2.1 прям было хорошо и из таких еще минусов прям это это уже субъективно на мое усмотрение но всякие допустим если есть вот домик нажимаете и хотя бы какая-то тема чтобы как бы это субъективно так чтобы типа приятно было туда заходить я в этот домик вообще никогда не захожу крайне редко только если в google нужно зайти вот я вам просто покажу пожалуйста но выходите сюда зайти я не хочу например и конечно же а вот еще один минус сразу же приложение их полезных очень мало то есть скорость теста еще какая-то там я не знаю amazon avalon или еще какая-то тема рекламная а по сути полезного при этих приложениях особо нету то есть но а спотифай вот спотифай youtube это самое наверное полезное то есть хотелось бы чего-то такого большего какие-то прикольных тем не знаю для телевизора либо же какие-то программы которые улучшают производительность его удобства это вот из таких она это субъективщина это я не решаю как что имеем то имеем из плюсов во первых приятный дизайн когда 21 века это прям очень хорошо поддержка в 60 герц то что если на консоли игры как я говорил 3-4 года 60 герц точно все будут поэтому это прям хороший вариант и из таких еще плюсов он просто эстетически хорошо выглядит и по цветопередаче хорошо все передает и если уже у вас есть диапазон вашей цены там допустим от 26 до 24 я это телевизор смело рекомендую и в заключение хочу вам сказать очень важную новость подписывайтесь на канал ставьте палец вверх комментарии вы это все знаете дергайте этот колокольчик что вам приходило оповещение будет приходить еще больше роликов поэтому ваша поддержка очень нужна всем peace unity love and have fun и круто круто всем спасибо за просмотр ребята до новых встреч увидимся берегите себя peace